Одно резкое движение и собака нападает на преступника. В данном случае не настоящего. Ребята поняли, собака главный помощник при раскрытии преступлений. Специалисты-кинологи познакомили воспитанников каскада с одним из четвероногих полицейских. Это Гера, ему 4 года, специализируется на поиске оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. У каждой собаки в полиции своя направленность. Если Гера ищет заминированные участки, другие пропавших людей. Собака у меня очень интересная. Она обладает некими какими-то экстрасенсорными способностями, где я даже не думаю, что она может найти, она находит. Поэтому я стараюсь ей доверять и бок о бок с ней уже работаем 5 лет. Далее школьникам рассказали о специфике службы криминалистики. Показали, как берут отпечатки пальцев. Объяснили, что отпечатки остаются в базе навсегда, даже если попали один раз. В случае преступления по базе быстро найдут хозяина пальчиков. А с инспектором ГИБДД закрепили правила дорожного движения и вспомнили знаки. Этот диалог направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Их в этом году на территории Пермского края уже зарегистрировано 94. Во-первых, они имеют теперь представление о работе нашей полиции. Они знают, какие здесь есть отделения. Ну и вы знаете, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Здесь они воочию посмотрели, как работают собачки, как работает криминалистика. Дети под впечатлением после общения с правоохранителями. Теперь некоторые из них хотят идти работать в полицию. Собаку хочу работать. То есть тоже кинологом? Да. Может быть, у тебя своя собака дома есть? Есть. И что, пробовал дрессировать ее? Да, было, но она маленькая, ничего не понимает. Раньше я хотела сначала пойти в армию работать, но сейчас я хочу уже в полицию пойти. И в какую службу? Я забыла, как она называется. Ну, с собаками работала. Кинологическая? Да. Показывали собаку, как она тренировками занималась. И мне понравилось, как говорили нам про дорожные движения и о делах несовершеннолетних. А что-то новое для себя открыл сегодня? Да, я открыла себя, что есть виды собак, которые бывают в поисках оружия, в поисках бандитов и в поисках наркотических веществ. Полицейские тоже рады, что молодое поколение заинтересовано их работой. Ведь такие экскурсии они проводят периодически, чтобы граждане с юных лет понимали, что за преступлением обязательно последует наказание. Евгений Казанцев, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья.